Музыка Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню! Когда много лет назад я впервые услышала слово нёкис или нёки, я, честно говоря, подумала, что это какое-то блюдо азиатской кухни. Но потом, оказавшись в Аргентине, я поняла, что это традиционное итальянское блюдо. И поскольку большинство здешнего населения является итальянцами, тут эти нёкис, так же, как и равиоли, очень и очень популярны. По большому счёту нёкис чем-то похожи на наши ленивые вареники. Готовят их как из кукурузной муки, так и на основе картофеля, шпината. И подают в основном с разными соусами. Значит, для средней такой небольшой порции нёкис нам понадобится где-то примерно грамм 400 картошки, которую мы должны отварить в мундире. Туда же, она у меня ещё горячая, я её только что почистила. И туда я положила буквально где-то полную столовую ложку сливочного масла. Далее надо её будет посолить, поперчить. Кстати, что я сейчас и сделаю. Слишком сильно солить не надо, потому что потом вы в соусе можете добавлять всё, что угодно по вкусу. Так, солим. Добавляем чёрный перец, это можно отставить. Далее сюда разбивается одно яйцо. Также здесь нужна мука. По рецепту ориентировочно. Даётся от 100 до 150 граммов. Я её буду добавлять отсюда уже отмеренного на глаз. Потому что мы должны получить лепящееся тесто, не очень крутое. Итак, дальше. Для соуса мы будем готовить нёкис под томатно-сырным соусом. Значит, в качестве сыра вы можете выбрать всё, что вашей душе угодно. Любой сыр. Здесь у меня уже натертый продаётся у нас здесь сыр. Моцарелла и чеддер. Чеддер обожаю просто. Он придаёт любому блюду особую такую пикантность. Можете взять всё, что угодно. Можете чистую моцареллу взять. И гаута, да, ещё здесь. Также у нас, поскольку здесь практически невозможно найти приличные помидоры, я уже купила мякоть помидор в таких вот упаковках. Ну, берите сколько хотите. Количество не имеет значения. В зависимости от того, сколько вы хотите полить. И также нам понадобится 2 зубчика чеснока. Ну, итальянская кухня очень много использует чеснок. В итальянской кухне он используется. Поэтому берём чесночок. Значит, соус мы будем готовить чуть позже. Пока что, значит, я буду взбивать это пюре блендером, чтобы не мучить свои руки с давилкой. Также я забыла сказать, что пока вы занимаетесь приготовлением вот этого теста, уже на огне должна стоять кастрюля, наполовину, чуть больше половины залитой водой, подсолённая слегка. Потому что нёкис мы будем варить, вот я как говорю, как ленивые вареники, как пельменик. То есть их надо будет уже начинающую закипать воду, просто вот кусочками бросать. Кстати сказать, в магазинах, я не знаю, в России или в других странах продаются нёкис или нет, хотя, мне кажется, продаются. В упаковках готовых они в виде красивых таких ракушек с какими-то ребристыми краями. Мне кажется, что такое тесто можно положить в кондитерский шприц и как-то выдавить, чтобы у вас эти штучки были красивыми. Но вручную тоже, представьте себе, можно их налепить очень даже неплохо. Теперь постепенно я добавлять буду муку. Сначала буду её замешивать ложечкой, а уже потом посмотрю по ходу дела, что мне понадобится. Пока я не забыла, сюда в тесто необходимо добавить небольшое количество сыра. Ну, в основном это гауда. Представьте себе, в рецептуре достаточно мало муки было отмечено, поэтому к 150 граммам я буду постепенно добавлять муку ложечками столовыми. Доведу, мне кажется, до 250 граммов муки. Значит, в тесто у меня ушло примерно где-то 2 стакана неполных муки. И теперь нёкис должны примерно быть размером... Вот такой вот кружочек. Раскатываем его в ладони. Они бывают слегка удлинёнными, то есть это не шарики, такие вот, как кокон-бабочки. И бросаем их в огонь. Они бывают готовы, когда всплывут. Чем удобны нёкис, их, как и пельмени, в принципе, можно сделать, налепить и хранить в морозил. Пока нёкис варится, я приготовлю соус. Буду готовить порционно исключительно на себя, потому что в данный момент я их буду есть. Думаю, столько хватит. Я мелко нарежу чеснок. И также обильно посыплю это всё сыром. И поставлю на очень маленький огонь, чтобы просто сыр успел расплавиться, и чтобы чеснок успел поделиться со всем остальным своим ароматом. Ну вот, как видите, нёки всплыли на поверхность. Лучше всего готовить их на достаточно сильном огне. Итак, и нёкис, и соус у нас уже готовы. Теперь, сцеживая, выкладываем их на тарелочку. Они идеально держат форму, не разваливаются. Теперь очередь за соусом. Просто вот так вот. Итак, нёкис готовы. Вместе с этим соусом просто потрясающие. Можете готовить их вместо картофеля, взяв кукурузную муку. Ну, в интернете много, на самом деле, рецептов нёкис. Но то, что я приготовила, это классический, базовый, основной рецепт. Так что всем приятного аппетита!